всем здравствуйте уважаемые трейдеры всех приветствую на канале герчики по давайте наверное начну с правильных сделок я отобрала в правильные сделки они и убыточные и прибыльные но это означает то что они правильные крупные так ну начнем с вами давайте наверное так ауди продолжение ауди ауди очень много у меня было по австралийцу сделок так сейчас так нефть франк франк перезаходом давайте с австралийца начнем с австралийца какие у нас были вообще что у нас было смотрите по австралийцу у нас в одессе одна сделка была так это у нас прибыльная да это у нас прибыльно воздействует был мой заход вот здесь вот здесь вот был заход на продажу уровень 07 186 почему я здесь зашла в продажу почему потому что во первых а я вообще смотрю что было до этого и почему инструмент вообще должен идти куда-то что из чего все это началось началось все с того до Во-первых, у нас есть уровень 0.72, 0.77. Вот он уровень излома, плюс это лимитный уровень. Здесь было подтверждение ложным пробоем. Прошли вниз, и вот это подтверждение, видите, ложного пробоя, это именно подтверждение вот этого ложного пробоя показало нам, что у нас все идет закрытие, у нас тут глобальные продажи, у нас есть две вершины, раз вершина, два вершина. У нас есть ближний ретест по отношению вот к этому выкупу, именно ближний ретест, закрытие ниже уровня, плюс запас хода у нас есть за счет накопления, что у нас идет выход из накопления и реализация. Вот. Итог у меня был, получается, 90 пунктов я взяла, 50% от татары я взяла. Почему? Потому что здесь было пройдено 50%, и здесь 50% ровно было пройдено. Стоп я свой ставила, сейчас вам поближе покажу. Так, стоп у меня стоял за... Так, это неделька. А, ну неделька, смотрите, шартовая зона на недельке. Так, я заходила здесь, здесь было закрытие, видите, под самый лоу. Закрытие под самый лоу, здесь были продажи, видите, здесь были продажи. Закрытие было, точнее, близко к уровню, близко к шартовой зоне. Поэтому я вот здесь вот уверенно заходила в шарты, потому что на истории это шартовая зона. Так, это неделька, если на 4-х часовике посмотреть. Смотрите, соотношение риск-прибыли у меня 4,5 к 1 я брала. Объясню, почему вообще, почему я поставила стоп сюда. На 4-х часовике это выглядело так, да, то есть мы подошли, закрылись ниже, немножечко такую коррекцию сделали небольшую, прям от уровня я заходила. Стоп у меня стоило 19 пунктов. По форексу у нас вообще стопы, да, те, кто знает, 15-25 пунктов, если это рассматривать, да, средний срок или внутри дня. Если рассматривать кросс-пары, то там может доходить и до 30 пунктов. Там уже такая повышенная волатильность идет. Поэтому стоп у меня стоял. Я всегда смотрю за предыдущие тени, да, то есть я выставляла стоп вот за вот эти предыдущие тени, которые были на истории, да, были продажи, да, вот здесь был ложный пробой. Вот здесь также, видите, тоже был ложный пробой. Ну, еще не ложный пробой, вот такие задерги. Вот, и вот именно за вот эти тени, вот именно по ним я ориентировалась, потому что было движение в шартовую зону. Здесь в шартовую зону, здесь в шартовую зону, здесь также в шартовую зону. Но здесь на самом деле можно было выставить, видите, на ближнем ретесте всегда короткий стоп можно поставить. Но я как бы учитывая волатильность на рынке, да, которая у нас в последнее время очень такая повышенная волатильность, я поставила стоп 19 пунктов вот так вот по технике. Этот стоп у меня получился технически нерасчетный, поэтому у меня вот так я взяла до ближайшей цели, ближайший уровень, вот он. вот это уровень 070 90 это сделка правильная по технике по запасу хода правильная подневки понедельки по глобальным таймфрейму правильно и внутри дня также был запас а точнее также было . вот такая сделка у меня по австралийцу так так audi так audi продолжение audi продолжение у меня был перезаход а это продолжение так ауди продолжение так audi продолжение смотрите да я заходила вот здесь вот это было кстати вот как раз таки вот эта волатильность была на прошлой неделе я взяла 100 так я здесь взяла по моему не 140 сейчас посмотрим сколько было пунктов взято так здесь у меня ты 70 70 пунктов я взяла получается почему вообще зашла в продажу первым была хорошая волатильность у нас был тренд у нас плюс у нас был фундаментал сильно у нас доллар пошел на укрепление естественно все пары на там евро доллар фунт доллар все остальные которые до котиру на котируемую валюту туда пошли то есть доллар на котируем это все у нас пошли на продажу поэтому здесь у нас было уверенно ведь и подход к уровню я заходила нам на внутридневное закрытие плюс почему я решила что действительно у нас будет продолжение шартов почему я так решила во первых я выделила уровень вот уровень ближайший излома вот 070 81 да я уже по нему ориентировался если смотреть на историю то здесь две вершины я отмерила что воздействие было пройдено 140 пунктов это полностью весит от постралицу мы вышли из накопления но мы здесь ходили всего ну а от этого значения она примерно сколько людей было пройдено может пунктов 50 я понимала что у нас еще есть полностью запас хода идти дальше отрабатывает данную фигуру все мы ее отработали то есть вот я взяла вот это движение то есть на продолжение поэтому у меня файл называются audi продолжение брала движения на продолжение движения вот это вот то есть выхода из накопления и продолжения. Вот. На часовике это все смотрелось вот так вот. То есть закрытие ниже уровня. Видите, куда я стоп, кстати, поставила? То есть мне некуда было. То есть слева у меня не было ориентировки. Я не могла понять, куда мне же мне его все-таки поставить. Поставить расчетный или технический? Если я технический стоп не могу поставить, я ставлю расчеты. Я максимум поставила 25 пунктов. Как раз таки, видите, меня как раз и не задело. Я поставила 25 пунктов. Меня вроде, я не помню, такое быстрое движение прошло. Или что вообще я выставляю стоп еще в безубыточную позицию? Здесь, видите, я не выставила. У меня стоп стоял на месте. Соотношение риск-прибыли 3 к 1. Ближайшая цель у меня вот 70 пунктов я взяла. Вот. Все на продолжение инструмент прошел. Вот такая сделочка у нас была по австралийцу. По австралийцу. Так. Каким образом выбираете точку входа? Еще раз повторяю. Смотрите, я сейчас же все это объясняю. На дневке я смотрю. Во-первых, я смотрю зону. Точнее, нет. Я смотрю сначала уровни, если они в наличии. Вот если тут сильные есть, я его выделяю. Я смотрю, что было до. То есть историю, что происходило. Есть ли запас хода идти? Есть ли за счет кого идти? Какое закрытие на дневке? Какой подход на внутридневном таймфрейме? Если я вижу, вот он подход, ноль реакции на покупателей, выкуп и опять у нас идет возврат. То есть я смотрю, какое поведение на уровне. Уровни никуда не передвигаются. Всегда идет дневной график. Точнее, всегда идет дневной уровень. И в этот дневной уровень рассматривайте на внутри дневных таймфреймов. Вот таким образом я и смотрю точку входа. Только дневных уровней. То есть дневка, а потом все остальное. Так. Аудифранк. Аудифранк, по-моему, у меня был убыток, если не ошибаюсь. Да, у меня сейчас перезаход по нему. Смотрите. Аудифранк. Почему я вот здесь, да, я зашла на пробой. Кстати, оно у меня, по-моему, далекое было закрытие. Сейчас посмотрим. Так, на пробой. Так, нет, это неделька у нас. Четыре часа. Так. Ага. Нет, недалекое закрытие. Далекое было... Точнее, закрытие было... Было близкое к уровню. Смотрите. Я заходила. В принципе, правильный. И почему я вообще вот эту сделочку, я внесла ее в файл в правильный? Потому что она действительно была правильная сделка. Почему? Во-первых, я выделила уровень 0,66. Во-первых, это кросс-пара, да. Кросс-пара, они всегда будут посложнее. Я, кстати, вообще заметила. Насчет вообще тех, кто торгует форекс, да. Мажоры и кросс-пары. Вообще, вот так вот по статистике, да. Когда идут мажоры именно в своей правильной волатильности, кросс-пары немножечко ходят, ну, в такой нездоровой волатильности. Когда мажоры стоят, кросс-пары, наоборот, ходят в хорошей волатильности. То есть, когда идет хорошая волатильность и по кросс-паре, и по мажору, такое бывает очень крайне редко. Поэтому тоже стоит обратить внимание. То есть, если кросс-пара стоит какая-нибудь, да, например, австралийц или франк, значит, по австралийцу все хорошо. Значит, австралийц куда-то там идет, либо вниз, либо вверх. А австралийц-франк, он находится в неопределенном состоянии. Вот, в основном, оно так и происходит. Я австралийц-франк, смотрите, я его покупала на пробой уровня. Пробой, в принципе, был оправданный. То есть, мои ожидания были, в принципе, были оправданы. Оправданы. Уровень 0,66-62. Вот он, откуда взялся. Вот, вот откуда взялся. Он ближайший уровень излома, ближайший. Здесь, а мы далеко закрылись, да, сходили в продажу. Опять подошли к уровню, вот тут подали, сходили в продажу. Причем, заметьте, все это до середины канала. Вот он канал, вот он уровень 0,65-125. Вот он, откуда взялся. Все по излому. Уровни излома, те, кто торгует, те, кто знает систему Александра Михайловича, у него есть таблица по силе уровней. Самый сильный уровень – это излом. Самый сильный уровень, то есть изломы. Вот изломы, вот изломы, вот изломы. Они самые сильные. Потом идут изломы, откаты, зеркальные. Это все сильный уровень. Уровень там образованный ложный пробой, там лимитный уровень. Это все сильный уровень. Но изломы – это самые сильные. Почему они самые сильные? Потому что, когда инструмент падает, 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 это же настолько вот здесь вот нужно просто взять, да, иметь объем, иметь силу, чтобы остановить движение. Это же настолько надо иметь силу. Поэтому этот уровень является, все эти изломы, они являются сильными уровнями. Поэтому здесь, да, у нас были, подошли только продажи на середину канала, видите, опять подошли, и вот то, что вот эти подходы, я подумала, да, что, ага, вот здесь вот мы, вообще я заходила как бы на ближнем ретесте, то есть ближний ретест уровня и пробой. У нас есть накопление, вот мы стояли, 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 плюс у нас есть вот такое глобальное направление, то есть мы упали, вот такой глубокий ложный пробой, бычье, точнее, это не бычье поглощение, это такая пронизывающая свеча, тоже такой паттерн, есть свечной, но опять же, если я сейчас говорю про свечные паттерны, то есть если они и работают, то только в дневных сильных уровнях. Это ложный пробой двумя свечами. Мы подошли к уровню. И почему я подумала, что в принципе, раз у нас есть уже такая поддержка от покупателей, здесь мы все-таки как-то торгуемся до середины канала, доходим и идем обратно. Я и подумала, что все-таки, наверное, будет пробой у нас в уровне, и мы пойдем на выкуп, то есть пойдем на продолжение. Но нет. У нас было закрытие, в принципе, близко к уровню. Я хотела взять 50% от АТАР. Вот здесь 50% хотя бы. Но мне рынок не дал. Рынок забрал мой стоп. Сейчас вам покажу, что неделька мне показывала. Неделька, в принципе, тоже неплохо смотрелась. 150 пунктов от АТАР. То есть запас хода полностью был. То есть полностью могла взять вообще движение. Но я не ставила 150 пунктов. Я поставила где-то даже 40% от АТАР. Там, по-моему, у меня 3 к 1 соотношение было. Но мне его не дали взять. Так, неделька. Аудифранк 4 часа. Аудифранк, смотрите. Смотрите, что было. Вот здесь на 4-часовом графике. Так как это ближний ретест, в принципе, стоп можно было выставлять и меньше. У нас всегда при пробоях у нас всегда небольшой стоп. Но здесь я выставила стоп. Учитывая вот здесь вот постоянные касания и выкупы, да, точнее, касания и откаты, я поставила стоп за предыдущую свечу. Видите? Вот сюда. За предыдущую свечу. Но меня выбило, видите, вот таким вот откатом. Я поняла. Так, что-то не так. Все-таки, видите, пошло выравнивание. То есть не было никакого пробоя. Вот здесь все, пошли продажи глобальные. Поэтому здесь, в принципе, я не считаю, что это сделка неправильная. Здесь, в принципе, можно было ожидать действительно пробой. Есть накопление. У нас неделька сильная, дневка сильная, да, есть сложный пробой. Поэтому вот здесь вот у меня вот как-то вот они, видите, решили не готовы, так сказать. Это всегда, когда нет пробоя, да, значит, не готовы. Рынок не готов. Да, у нас формация. Кстати, формация у нас сохраняется. У меня сегодня была вот здесь вот сделка перезаход по Австралийс Франк. Потому что я считаю, что вот эта вся формация, ложный пробой, да, здесь вот они держат. Вот раз выкупили, два выкупают. То есть когда держат покупатели, то есть поддержка сильная, поддержка есть. Поэтому я все-таки ожидаю Австралийс Франк, пока ходит в канале, конечно же. Вот. Но вот здесь вот были все шансы. Вот были все шансы идти на пробой. Да. Вот такая вот сделка. Да, она убыточная, но она правильная. Она правильная. Так, биток. У меня также был... По битку у меня, кстати, было две сделки. Одна у меня была убыточная, а вторая у меня была перезаход. По битку у меня, смотрите, я, в принципе, правильно зашла, да. Смотрите, вот он уровень, откуда я его взяла. Уровень излома 41.665, да. Здесь ложный пробой. Сходили на середину канала и пошли на ретест. Я заходила на ближнем ретесте на пробой. Закрытие под самый лоу, но меня выбило. Выбило. Все, меня выбило. Но так как формация вся эта сохранилась, я вот здесь перезашла. Я следующую сделку покажу. Она перезаходная. Так, биток. 4 часа. Сейчас вам поближе покажу. Вот смотрите. У нас биток ходит... Так, биток у нас ходит 5 долларов. 5.6 там у него запас хода. Я выставила стоп. Видите, у нас и 4-х часовик тоже сильный был. У нас было закрытие. Уровень всегда дневной. Вот он. Уровень дневной сохраняется. Закрытие под самый лоу. Я выставила стоп. Куда? На истории. Я посмотрела, куда они могут сходить. На истории это выглядело вот так. То есть я поставила 1 доллар 10 центов. У меня стоп стоял вот за вот эти тени. Вот за вот эти. Но меня выбило вот этим вот движением. Или вот этим... А, вот этим движением. Меня выбило. Все. Я поняла. Хорошо. Ладно. Рынок пока вот, ну, хочет вот так вот позабирать стопы. Думаю. Ну, не готова. Хорошо. Вообще у меня цель была 5 к 1. Взять стоп. У меня 1 доллар 10 центов. Тейк у меня 5 долларов 60 центов было. То есть вот сюда у меня была цель. Тейк профит. Ближайший уровень поддержки. 35.90. Потом битко. Я смотрю, что вся же формация сохраняется. Стоит, наверное, перезайти. Я взяла и перезашла. Именно вот на вот этой свече. 41.665. Закрытие ниже уровня, да. То есть плюс, видимо, им не хватало сделать прям касание трендового лимита, как все красиво. Вот пока криптовалюта, вот если смотреть базовую, да, биток, он все технично отработал. Он действительно показал вам, что не хватает отбоя трендовой линии, да. То с того самого. Наверное, они сюда и сходили. И только тогда они пошли. Вот. Перезаход был. Перезаход. Так, 4 часа. Смотрите. Опять же, закрытие ниже уровня. Тут уже и ближний ретельс, и нереализация ложного пробоя, плюс безоткатное движение, накопление, да, плюс нисходящий тренд. Множество было сигналов просто заходить. Те, кто зашел, просто молодцы. Стоп я выставляла, опять же, вот за вот эти вот хаи. За вот эти хаи, за эти тени, точнее. Думаю, ну, выставлю, раз уж такая волатильность выставила. Хотя я могла выставить и меньше стоп. Ну, вот так как это соотношение не нарушило мое, поэтому ничего страшного. Стоп у меня стоял доллар и 30 центов. Все, я 5 к 1. Вот свой тейк-тейк я взяла. Так, по битку взяла тейк. Киви. Так, киви, нефть, киви. По киви у нас позиция была. Так, ну, это также прибыльная, но правильная. Сделка была правильная. Смотрите. Это дневка. Я давно говорила, я никогда не изменяю. То есть, если вот я делаю домашнее задание, у меня бывает домашнее задание, я смотрю вот на валютную пару, я смотрю, что она очень-очень долго там копит или стоит, или я вижу, что неделька сильно, дневка сильно. Если я вижу, что формация не сохраняется, я никогда не изменю. То есть, я никогда не поменяю мнение. Зачем его менять, когда я вижу, что инструмент просто стоит, 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 и они не дают просто выкупиться и не дают вообще взойти в лонговую зону хотя бы вот сюда, до середины канала. Никто никуда не идет, понимаете? Исходящий от рынка, как он был, так он и сохранился. Поэтому я вот здесь вот, да, после проторговки, точнее, была консолидация, потом заход за уровень, да, ложный пробой. Они сходили, потом опять отконсолидировались и опять зашли, точнее, в лонговую зону, да, нарисовали ложный пробой. И все. Вот здесь вот уже, наверное, пошла кульминация. То есть, затухание волатильности вот здесь я и заходила. Стоп у меня стоял 30 пунктов. Да, я взяла стоп 30 пунктов, потому что вот здесь была бешеная волатильность. Я понимаю, что на истории вот здесь вот, да, уровень непростой, уровень сильный, плюс я беру большой потенциал, поэтому поставить 30 пунктов 100, в принципе, меня не пугало, потому что я знала, что будет хороший потенциал движения. Мой стоп, точнее, моя точка входа была сделана на закрытии дневка, видите, закрылась ниже уровня, немножечко на откате, точнее, немножечко на возврате к уровню 0.68-0.6. Стоп я поставила за вот эту тень, вот именно за эту тень. Не за эту, да, потому что тут нет теней, здесь консолидация идет на уровень, точнее, про торговку. А вот здесь, где была здоровая волатильность и где было здоровое движение, я поставила стоп именно за эту тень. В итоге у меня 160 пунктов, я взяла АТАР из выхода из накопления, именно 160 пунктов. Почему? Потому что 160 пунктов у нас в Новозеланде средний срок ходит, да, в недельную АТАР у него. Смотрите, вот здесь, да, я, вот здесь вот я замеряла АТАР, если смотреть из накопления, это же выход из накопления произошел. Поэтому я АТАР измеряла отсюда, а не отсюда. Поэтому если отсюда замерять, то я полностью взяла 160 пунктов. Если замерять от точки входа, я взяла АТАР 260 пунктов. Соотношение риск-прибыль у меня получилось 9 к 1. 9 к 1. Так, я сейчас поближе вам покажу. Киви. Недельку покажу вам сразу, что неделька тоже была сильная. Неделька, видите, у нас все было закрытие, хоть и была бычья свеча, но эта бычья свеча была. Точнее, торговля велась в шортовой зоне. Все было в шортовой зоне. Неделька тоже была за шорт, что тоже немаловажно. И 4 часа, да, у нас вот 4-х часовик, закрытие ниже, отзеркаливание. Здесь вот, видите, немножко вот такие тени были. Но так как у меня стоп стоял вот здесь, вот меня не задело. Меня не задело. Вот такая вот сделочка. Точнее, ну сколько она у меня? Я была 14 января, она у меня открыта была. Считай, 6, так, 2 недели. Вот 2 недели я ждала, 2 недели. То есть, ну, если я понимаю, что ждать можно и нужно, то я жду. То есть, все. Формация, когда не меняется, когда формация сохраняется, когда есть потенциал движения, здесь остается только ждать. Больше ничего не остается. Главное не изменять своему анализу, да, который ты себе написал. Ты понимаешь, что все пока сохраняется. То есть, не стоит вот, почему я говорю, всегда важна дневка и всегда важны старшие таймфреймы. Потому что внутри дня, если вы ловите, ой, вот сюда сейчас схожу, ой, вот нет, сейчас будет разворот, вы там что-то ловите, от уровня поддержки что-то ловите, от уровня сопротивления. А глобальная картина сохраняется. Например, зоны также важны. То есть, смотрите зону всегда. На старшем таймфрейме всегда важна зона. Если вы торгуете в шартовой зоне, в шартовой зоне, близко к уровню, да, к сопротивлению, в шартовой зоне, Но переходите на внутридневной график и рисуете там свои уже уровни, там вам вроде как показывают, что все лонги, все лонги, все у нас рынок разворачивается. Вот в этом и получается беда, в этом и получается полностью непонимание рынка, поэтому вот обязательно нужно учитывать старший таймфрейм. Так, по нефти у нас, это по-моему у меня убыточная сделка, но я перезашла по ней. Вот смотрите, дневка, вот он уровень 85.92, я бы здесь вот заходила на отзеркаливание, я сейчас покажу, почему я зашла вообще здесь, на 4-х часовике моя точка входа была. То есть они пробили уровень, да, пошли на откат, но выкупили. Вот здесь я как раз и заходила и поставила стоп за вот эту именно свечу, видите, за вот эту свечу, но ложным пробоем меня выбило, ложным пробоем в зону, точнее в уровень поддержки, потому что здесь уже уровень поддержки выступает, здесь был уровень сопротивления, здесь уровень поддержки. Это у меня выбило, да. Я поставила, кстати, технический стоп, хотя можно было выставлять расчетный стоп по нефти, расчетный стоп это где-то идет 1,5-2 доллара. Вот такая вот сделочка получается, сейчас поближе вам покажу по нефти. Вот, смотрите, да, я зашла, я поставила стоп за, да, я вот здесь вот заходила, так, 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 да, вот здесь вот я заходила, стоп у меня стоял технически за вот этот ложный пробой, но нет, они сходили побольше, да, расчетный, а если бы выставила бы расчетный, да, просто расчетный, да, 20% от это 1,8, да, 1,8 я бы поставила, 1,8 процентов, точнее 1,8 долларов. Вообще можно было и 2 доллара выставлять, да, и брать, точнее, потенциал, но все равно благосрок, поэтому можно было и выставлять расчет. Ну, я выставила технически, я всегда как бы стараюсь выставлять стопы, естественно, поменьше, если этого техника позволяет. Ну, здесь техника позволяла, но нет. Вот, ну, если я опять же говорю, формация, видите, они все равно сохранилась, то есть они же не пошли ниже, то есть они не нарисовали нам нужный пробой, они нарисовали нам пробой, показали нам импульс и можно было, в принципе, перезайти. Поэтому эта сделка, она убыточная, но она правильная. Франк, франк у нас, также у меня, смотри, по франку вообще такая интересная сделка. Вот есть сделки, есть вообще сценарии, да, которые вот у меня прописаны в торговом алгоритме, я торгую по сценариям. В основном у меня все сделки это ложный пробой и пробой. Отбои, лимитные уровни я торгую очень редко, крайне редко. Я как-то вот либо их не ловлю, либо я их не понимаю, не знаю, у меня как-то нету на истории вот моих сделок отбоев практически. У меня всегда либо пробой, либо ложный пробой. Но ложный пробой всегда посложнее мне, потому что я люблю всегда на подтверждение заходить, а когда я вижу, что инструмент уже прошел, где-то тут в середине канала, мне хочется зайти, я понимаю, что техника лонговая. И вот как раз-таки по франку так и получилось. Я зашла, то есть почему я зашла в лонг? Во-первых, техника лонговая, уровень 0.91, вот он. Уровень сильный, уровень излома, уровень излома, здесь был ложный пробой, здесь уровень излома, уровень излома, здесь ложный пробой двумя барами, двумя свечами. Я поставила как бы вот так. Я всегда смотрю по технике, куда можно поставить стоп. Если его есть куда прикрепить, я его прикрепляю. Если здесь уже пошел ложный пробой, я зашла на середине канала, я потом вам покажу внутри дня, как это все смотрелось. Оказывается, внутри дня я заходила на ближнем ретесте. Это, знаете, это как матрешка. Когда вы торгуете вот один сценарий на дневке, а на внутридневном темфрейме появляется другой сценарий, но тоже в ту сторону. То есть это, знаете, как сценарий на сценарий, сигнал на сигнале. Это, наоборот, очень хорошо. То есть это и стоп есть куда прикрепить, и меньше его выставить, потому что когда у вас дневка сильная, да, и сценарий у вас дневной, да, все, там лонгили, шарты, но внутри дня вы находите какую-то филигранную точку входа, да, какую-то такую красивую, сценарий совсем другой. Но есть куда поставить стоп. Конечно же, лучше выставлять стоп по внутридневному темфрейму и поставить его гораздо меньше. Вот. Поэтому вот на дневке, вы смотрите, ложный пробой. Во-первых, мы сильно упали, да, весь отар пройден. Я здесь заходила на продолжение ложного пробоя, то есть на продолжение лонгов. Вполне оправданно. Стрейк у меня стоял вот здесь вот на уровне, уже чуть выше, видите, я его поставила. 0.92.56. Но я поставила стоп куда? Я вот так посмотрела, да так. Вот здесь был тоже ложный пробой. Но видите, я всегда смотрю уже на историю, история всегда повторяется. Всегда нужно ориентироваться на левую сторону. Все, что происходило здесь на уровне. Вот. Поэтому вот здесь также был ложный пробой двумя барами, да. Они сходили, потом немножко откатили. Видите, вот здесь потоптались. Видите, они же не сразу пошли, вот как здесь, например. Видите, здесь сразу пошли, а здесь нет. Я думаю, куда же вы поставить стоп? Я взяла и поставила стоп за свечу. Просто за свечу. Вот здесь, видите, было открытие, я поставила просто за лоу, за лоу вот этой свечи. Вот как здесь. Видите, за лоу свечи, за лоу свечи. Но здесь лоу свечи, но меня выбили, видите? И это нормально. Кстати, я вот здесь, наверное, хотя здесь было пройдено 25% или 30 даже процентов от этого, здесь надо было вообще выставить уже без убыток вот сюда вот. Ну, я этого не сделала, либо я не помню, либо я сразу не выставила плавающий стоп, либо меня не было просто у компьютера. Поэтому я, в принципе, получила стоп, но я, когда уже этот стоп получила, я думаю, так, хорошо, они не готовы, как и здесь, видите? Тоже не готовы, как бы пошли якобы на ретест, как бы всех обмануть, думаю, ну, на пробой падут, думаю, ладно, подожду, посмотрю. Действительно, все пошли на ретест, то есть прошли продажи, но было вот такое, они не коснулись практически уровня. Надеюсь, вот был уже мой перезаход. Это уже следующая сделка, я вам покажу. Да, стоп у меня стоял за лоу свечи 28 пунктов, я поставила его вот сюда. Соотношение риск-прибыли я хотела взять 4 к 1, стоп 28 пунктов, тейк 110 пунктов. Хотя тейк можно было выставлять. А, ну, если у меня был, видите, у меня заход же не от самого уровня, у меня заход вот здесь, вот на середине канала, поэтому я 110 – это нормально. А если бы я заходила прямо от самого уровня, да, практически на зарождении этого ложного пробоя, то я бы вообще взяла бы весь это полностью. Вот. Вот такая сделка получается. Сейчас вам покажу ее поближе, чтобы было понятнее. Что, в принципе, я почему занесла, опять же, файл правильный, в принципе, я зашла правильно и стоп я поставила технически правильно. Видите, вот я поставила стоп за лоу свечи, за лоу свечи, но меня вот здесь вот выбило ТВХ на ближнем ретесте. Видите, вот я заходила вот здесь еще. Вот. Вот. То есть, видите, откат, ретест. То есть, все правильно. Я заходила, действительно. И вот здесь я выделила вот такую зону, когда в Одессе уже пошла проторговка, точнее, пошла, ну, да, проторговка над уровнем. Я написала, да, здесь были все шансы идти. Вот здесь, действительно, все были шансы идти дальше. Но нет, видите, судя, ну, учитывая волатильность на рынке, новостные факторы, ФРС, все остальное, видите, они немножко тут поколбасили. Почему? Потому что отсюда пошли покупки хорошие. Видите, отсюда вот был, был, был ложный, также ложный пробой, они откатили и пошли, пошли покупки. Здесь на истории, видите, повтора не было. Они решили немножко сделать по-хитрому. И вот они вот так сюда вернулись. Вот здесь, естественно, многих развели и уже улетели. Вот. Выглядело это так. Поэтому стоп я получила свой, в принципе, законно. Так, ну и франк перезаход, да. Я все это просмотрела дело и поняла, что так, перезайти можно. Я вот здесь вот уже перезашла и взяла тейк 140 пунктов полностью движения. Вот здесь вот был мой перезаход. Перезаход вот здесь вот. Я поняла, что так, мы сходили, да, но вот здесь пошел выкуп, все, на выкуп я зашла. Почему я поставила стоп сюда, а вот по этой, по технике, видите, вот здесь вот касались, касались за вот эти вот тени, за вот эти тени. То есть у меня вообще стоп ставил 30 пунктов. Я могла его выставить прямо на самый уровень, но это было бы уже больше, там, 35 и 40. Я не стала выставлять больше 30. То есть это уже многовато. Поэтому я выставила стоп вот за вот эти вот тени предыдущие, которые были на истории. Вот здесь вот тоже, видите, они тоже закрылись. Видите, вот почему на истории? Закрылись далеко, но не коснулись. Здесь также закрылись далеко, но все-таки, видите, они же не коснулись, они выкупили сразу вот здесь вот. Как раз таки. Поэтому мы стоп не задели. Соотношение риск-прибыли 4,5 к 1 я взяла. Полностью весь этар, есть за счет кого идти, накопление раз, сложный пробой, нисходящее движение, все. Плюс фундаментальные данные нам помогли, помогли идти дальше, идти в лонг. Вот. Сейчас вот мы с вами, так, ну перезаход, сейчас с вами 4 часа еще покажу. Да, стоп вот сюда. Ну, чтобы было более близко понятно. Вот здесь вот моя была точка входа. Вот здесь вот стоп вот сюда, да. А вот он. Вот можно просто, вы смотрите, когда у вас ориентировка есть на истории, вот ориентировка, вот стоп куда можно ставить, вот он. Вот здесь, да, вот здесь ближайший стоп, вот он был. Здесь я ставила, а, ну это я сейчас вам говорю про стоп, если бы вот я здесь заходила бы, да, я ориентировалась бы вот по вот этим барам, по свечам. Так как я заходила здесь, я ориентировалась уже по дневным свечам, по дневным, то есть на истории дневного графика. Так, ну вот сейчас мы разобрали с вами правильные сделки. Теперь мы с вами посмотрим неправильные. Вот у меня тоже есть неправильные сделки, я не знаю, бывают у меня такие сделки, да, там где-то я далеко зашла от уровня, да, сейчас с вами посмотрим. Австралиец, девка, или где-то уровень немножко не в том месте стоит, понимаете, очень важно, чтобы уровень стоял там, где он должен стоять. Вот стоп должен стоять там, где он должен стоять, и уровень, он должен стоять правильно. Если уровень стоит неправильно, полностью ломается все, вообще все. И зона, и картинка, и сценарий, и внутридневной таймфрейм, вообще все. Поэтому уровень – это вот основа основ, это база, обязательно. Вот поэтому про уровни. Сейчас я вам объясню, почему они так важны. Я заходила вот именно на этой сделке. Во-первых, я заходила на, вот здесь, вот здесь, я заходила на пробой. Почему это было неправильно? Во-первых, заходила на пробой. Вот мне просто интересно, почему. Наверное, я подумала, да, вот здесь вот как бы ближний ретест. Видите, вот она свеча черная. Откатили, подошли опять к уровню, и вот тут я заходила на ближнем ретесте. Но ближний ретест в каком месте? Видите, ближний ретест, если был бы он прям на уровне, на уровне, то есть вот здесь вот, да, вот он откуда взялся уровень, вот оно касание, да, то есть излом, вот он, вот он, излом. Здесь вот был зеркальный уровень. Как бы уровень здесь, он, конечно, запилен, но все-таки есть. Вот он. А здесь уже, почему мне, кстати, не дали дать движение, здесь появился лимитный игрок. Видите? Раз, два, три. Три удара копейка в копейку. Лимитный игрок, лимитный игрок. Упали? Упали. Когда лимитка образовывается, очень сильный сигнал. Сразу, внезапно, сразу идут, идет хорошее движение. Что я подумала, да, смотрите, вложенный пробой, да, вот, вот, все, движение идет, все прошло, вложенный пробой, заход в лонговую зону. Здесь 80 пунктов мы прошли, это 50% от ар по австралийцу. Здесь 80 пунктов мы прошли, то есть вот тут вот пройдет полностью весь от ар. Но я подумала, да, так вот вот здесь мы постояли, и вообще правильно, вот правильно, если вот так вот смотреть, правильно было бы заходить мне, да, если бы я хотела взять, там, ближний ретест, да, или какое-то движение, там, ну, если вот говорить, 40 пунктов, да, 3 к 1 можно было взять, если бы я заходила от этого уровня, внутри, внутри канала, вот он, видите, это ближний ретест. Внутри канала взяла бы 40 пунктов, все, я бы взяла бы свой тейк. Но я зашла где-то вот тут почему-то, да, хотя тут уже шли далекие закрытия от уровня, когда идут, когда идут далекие закрытия дневного уровня, дневного уровня, то это, скорее всего, будет либо отбой, либо ложный пробой. Вот что мы, что они продемонстрировали, продемонстрировали на отбой. При том, что я заходила на ближнем ретесте, да, вот этой свечи, почему-то я ориентировалась по этой свече, ближний ретест у нас всегда бывает либо на уровне, либо на середине канала, все, никаких ближних ретеста, там, немного, немного, там, от уровня торгуется, точнее, немножко остается до уровня, там, 30 пунктов, да, 40 пунктов, мы открываемся на ближнем ретесте. Это неправильно, и вот здесь сделка была моя неправильная, да, то есть я подумала, что вот здесь вот ближний ретест по вот этой свечи, свечи, но нет. Тейк у меня стоит, смотрите, какой, тейк я ставила, так, ну, это информация на другом, да, наверное, файле. Далеко от уровня ближний ретест не от уровня. Все, это действительно, это проблема, это действительно ошибка, да. Я выставила стоп большой, ну, зачем такой стоп, если это ближний ретест, можно было выставлять стоп вообще практически за самый уровень, да, выставила стоп больше, чем положено. Тейк я выставила. Надо было мне тейк. Судя по тому, что мы здесь уже весь это прошли, тейк, но это максимум на середину канала. Это куда-то вот сюда. То есть сделка, она неправильная. И по соотношению, и по технике. Вот так вот бывает. Так, Австралию сейчас вам покажу поближе. Неделька. А, неделька. Неделька у нас тоже. Смотрите, вот я заходила вот здесь, да, вот она моя неделька была. Сейчас я вам покажу, чтобы было понятнее. Так. Не делается, да, больше. Вот, чтобы вам не было видно правую сторону полностью. Вот. Вот здесь я заходила, да. Вот тут у меня было открытие в лонг. Открытие. Здесь, видите, свеча только подходила. Предыдущая свеча была закрыта далеко от уровня. Далеко. То есть, ну, это не лонговая формация. То есть, если вот здесь они закрылись выше, и вот здесь уже заход в лонг был бы правильно, вот здесь заход в лонг был бы правильно, потому что закрытие в лонговой зоне. Здесь заход, близкое закрытие объемным баром, близкое закрытие к уровню, небольшой откат. Правильно идти в лонг. Но здесь же нет. Видите? Далекое закрытие, и инструмент, точнее, свеча только подходила к уровню. Только подходила. Поэтому вот здесь вот неправильно было открываться. Вот с точки зрения техники, видите, я либо на недельку не посмотрела, или что. Ну, в общем, вот так вот. Неправильно вот здесь было заходить. Неправильно. Я сейчас покажу вам поближе 4 часа. Так. 4 часа. Смотрите. Образование лимитного верка. Да, это я уже сказала. Соотношение риск-прибыль я хотела взять 3 к 1, стоп 30 пунктов, тейк 90 пунктов. Тейк у меня вообще должен был стоять там 35, это максимум. Стоп у меня должен стоять 10 пунктов при такой формации. Но, видите, соотношение я нарушила. Я поставила почему-то 30 пунктов, да, у меня тейк стоял. Я вот здесь вот зашла. Только, причем, смотрите, как я на 4-х часовике зашла. Если бы зашла хотя бы здесь, я бы тейк поставила, ой, стоп, поставила куда-нибудь вот хотя бы за эту свечу, да, вот за вот эту. И у меня был бы тейк там 15 пунктов, да. Но Но не здесь же я поставила, нет, я поставила 30. Здесь зашла я далеко, здесь инструмент только подходил. Короче, вот ошибка, ошибка. Почему-то я вот здесь заходила на стрелец. Ну, вот такая вот ошибка. То есть я все равно, у меня также есть какие-то неправильные сделки. И это хорошо, что я их вот так разбираю, потому что это как бы, я на них учусь. Да, я понимаю, так вот там, я вот здесь неправильно посмотрела. Так, ближний ретест, он немножко не там, не в том месте. То есть ближний ретест либо он в середине канала, либо он прям на уровне. Все, другого не дано. Неделька не такая, да, неделька была не уверена. То есть это все нужно учитывать, на этом уже нужно учиться. Вот, поэтому вот такая вот сделочка. То есть если вы поняли, да, что вот здесь вот неправильно. Во-первых, по запасу хода, да, по ближнему ретесту, да, то, что он далеко от уровня, что неделька у нас неуверенная, образование лимитного игрока. Видите, все, это полностью сломало. То есть то, что вот здесь вот образовался лимит, лимитный игрок полностью все это сломал. Вот и все. Так, ауди у нас опять, да, у меня ауди, опять что-то по ауди. Ну, ничего, вот мне всегда приятно. Если даже какие-то у меня убыточные сделки правильные и перезаходы, это хорошо. Когда даже неправильные сделки, и все равно потом по ним, по этому же инструменту я беру профи, да, как бы это хорошо. Правильный уровень у меня. Смотрите, да, у меня сделка вот здесь вот. Сделка, так, сейчас. А, вот, вот смотрите. Вот здесь вот я заходила ТВХ на ближнем ретесте. Вот здесь ТВХ на ближнем ретесте. 0,7195. Я почему-то вот здесь вот решила выделить уровень. По какому, по какому бару, да, по какой свече. А вот по вот этой свече, видите, вот она, тот же ВЧ. Мы как бы выкупили и пошли на ретесте. Вот я по ней нарисовала уровень. А хотя уровень надо было рисовать, вот он. Вот по вот этому излому, вот по вот этому излому. Видите, как неправильно, неправильно нарисованный уровень может вообще полностью нарушить технику. Кстати, вот в этой сделке, мне знаете, что обидно, что я 50% отдала рынку. У меня 50% было пройдено. Я должна была вообще у меня по системе, если у меня инструмент проходит 50% от прибыли, я должна выставлять тейк на 30% и уходить без убыток. Но я почему-то не выставила плавающий стоп. Я не помню, что было со мной. Ну, в общем, я получила убыток. Я не выставила плавающий стоп. Хотя должна была. Вот, ИВХ на ближнем ретесте, вот здесь вот я заходила, да. Уровень определенный неправильный. Естественно, сделка получилась неправильная. Я сейчас покажу вам, как это выглядело вблизи. Смотрите, вот тут, да. В принципе, ближний ретест есть на 4-х часовике. Да, он есть. Смотрите, видите, вот. Выкуп. Пошли на ретест. Закрытие за уровнем. Мы сходили. Я могла без убыток получить. Но, к сожалению, увы, я не поставила. А стоп, видите, я куда поставила. Все правильно. А, стоп, видите, куда поставила. Поставила я его 17 пунктов. А почему я 17 пунктов поставила? Видимо, расчетный ставила почему-то. Да, я поставила расчетный стоп. А хотя могла выставить его. Либо я выставляла по этим теням. Ну, хотя это не целесообразно. Нет, скорее всего, просто расчетный стоп выставила. А хотя можно было выставить. Ближний ретест всегда можно выставлять технически. И можно было выставить стоп за вот эти тени. Вот за вот эти тени. Вот. А хотя, если бы я выставила за эти тени, видите, меня бы выбило, но я бы перезошла бы. В итоге было пройдено 50% от прибыли, да, вот здесь было 50% от прибыли пройдено, соотношение риск-прибыли 3 к 1, стоп 17 пунктов, да, вот он за уровень я выставила, и тейк 50 пунктов, то есть я там 3 к 1 хотела взять, но мне не дали, и плюс у меня был неправильно определен уровень. Уровень должен был стоять вот здесь, вот он, вот он, вот он. То есть, видите, уровни на дневке всегда нужно определять правильно, потому что неправильный определенный уровень, все, ломает всю картину. Вот такая вот убыточная сделка у меня по австралийцу. Так, киви у нас, киви также у меня какая-то была, да, 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 была так. Так, а здесь у нас, смотрите, здесь я заходила на ближнем ретесте, видите, на ближнем ретесте, 70 пунктов от арта, здесь было пройдено 70 пунктов, и я хотела взять еще 70 пунктов. То есть, выход из накопления, я хотела зайти на ближнем ретесте, да, закрытие, ну, закрытие, я бы сказала, что близко, просто отбой от уровня, да, выкуп и опять, и опять подход к уровню. Так, а почему она неправильная, да, если посмотрим, так, я сегодня это делала. Так, 30 пунктов, много при ближнем ретесте. Да, я поставила, во-первых, я поставила стоп, а почему, так, а почему, так, секундочку. А, все, я поняла, почему, ну, неправильно. Смотрите, ну, три дня не было уверенного закрытия ниже уровня. Видите, они только подходили, они только подошли, то есть нету закрытия, нету закрытия, никакого. Как и здесь, я, видите, не учла высокую волатильность на истории, не было уверенного закрытия на Дневке. На Дневке, кстати, тоже не было уверенного закрытия. То есть вот здесь вот, да, подошли, выкупили, подошли, выкупили, подошли, вот даже сходили на пробой, выкупили. Коснулись, выкупили, коснулись, выкупили, коснулись, выкупили. То есть я не учла вот эту волатильность и все-таки зашла здесь на пробой, и меня также выкупили. То есть я получила свой стоп. Еще и стоп у меня 30 пунктов стоял, хотя я его должна была ставить, стоп этот, ну, максимум вот за вот эти тени, да. Да, здесь даже некуда было его вставить, либо вот за эти тени. Некуда было вставить, потому что здесь волатильность была бешеная, видите, здесь просто выбивали вообще просто и 30 пунктов, и 50 пунктов, если бы я вышла, так же выбило. А на дневке у нас, смотрите, на дневке у нас было закрытие, да, почему я зашла? Ближний ретест, видите, инструмент только подходил, хотя бывает такое, вот если вы торгуете ближний ретест, инструмент, он может подойти к уровню, то есть еще не закрыться, но он может просто подходить, если есть хорошая волатильность и сила у сигнала, то внутри дня мы можем закрыться ниже и открыться по внутридневной картинке. Вот бывает и такое на ближнем ретесте, но желательно, конечно же, на ближнем ретесте ждать закрытие дневки, оно должно быть уверенно, что значит должно быть уверенно? Оно должно быть либо ниже уровня, либо под самый low, либо под самый high, либо близко к уровню, либо за уровень. Здесь ни одного, ни одного сигнала не было, видите, здесь просто был подход, только подход. Я не дождалась закрытия дневки, как бы поторопилась и зашла на внутридневном таймфрейме. Вот, единственное, вот моя вот эта неправильная сделка была. Ну, ничего, да, ничего страшного, как бы у меня перезаход уже был здесь, я взяла хороший потенциал. А здесь, видите, было закрытие, видите, вот оно уверенно, закрытие на дневке, вот оно. То есть оно должно быть закрытие ниже, закрытие в шартовой зоне. Здесь этого не было, поэтому сделка неправильная. Я занесла ее в файл неправильной сделки. Так, сейчас поближе, да. А, ну, ближе мы уже смотрели. И рубль. Вот рубль меня, я, конечно, если честно, я посмеялась с этой сделкой, потому что мне рынок давал забрать то, что он должен, то, что он может дать, да, а я этого не взяла. Ну, это просто очень смешно. Во-первых, смотрите, порублю. Это, кстати, вот сделочка была у меня на, вот в пятницу, по-моему, да. Не в пятницу, а вот, когда у нас было так, не в, когда у нас, ну, в середине недели, короче, прошлой недели. А на прошлой неделе где-то в середине недели я взяла, в общем, зашла на, во-первых, я зашла далеко, уже поздновато как бы, зашла далековато от уровня, далеко от уровня. Тейк вообще у меня, по идее, вот тут должен стоять, да. Техника, вот, причем техника все правильно. Техника правильная. ТВХ на ближнем ретесте и поджатие. Вот, ближний ретест, да, я заходила вот здесь вот. Ближний ретест, поджатие. Посмотрите, какой выстрел. Все, вот это движение, которое вот здесь было в накоплении, да. Вообще, если те, кто графические фигуры знают, да, это вообще треугольник восходящий. Те, кто знает. Это восходящий треугольник, да. Выход из этого треугольника. Полностью отработали то движение, которое было здесь. То есть полностью вот это вот количество пунктов. Такое же количество пунктов мы сходили. Но нет же, у меня тейк вот тут где-то стоял почему-то. Я не взяла. Да, и мало того, что я еще и без убыток не перенесла, я просто получила тейк. Как бы обидно, конечно, но мне и смешно. Поэтому мне надо было выставлять тейк вот просто вот на уровень, да, и брать. Я хотела взять почему-то 15 рублей, 12-15, запас хода по рублю. Надо было выставлять стоп на 7-8 рублей, это вот сюда, это 50% от ЭТА. То есть это уже неплохо. Вот, я сейчас покажу вам, как это все на дневке выглядело. На дневке, смотрите, вот здесь, да, вот оно, накопление было, выход из накопления. Пройден весь ЭТАР раз полностью, пройден весь ЭТАР два полностью. То есть вот здесь я заходила, когда инструмент был, было пройдено 50%. Но почему я была уверена, что инструмент, так как здесь уже был пройден ЭТАР, за счет вот этого отката. Видите, откат был, откат был и опять возврат. То есть опять, точнее, откат, ретест, ретест уровня, то есть 78-74, видите, опять они зашли в лонговую зону. И я вот здесь уже была уверена, я вообще по правилам должна была забрать 50%. Вот здесь полностью инструмент 50% дал. Но я этого не сделала, у меня вот тут где-то тейк стоял, я не забрала эту прибыль. Вот, ТВХ на высокой волатильности, на пробой. Я заходила, да, выход из накопления, пройден весь ЭТАР. Все, вот здесь то, что я тут что-то хотела выжить, что-то куда-то идти, никто никуда не пойдет. Вот здесь уровень 80-27-78. Полностью, здесь два ЭТАРа, все, раз ЭТАР, два, никто никуда не пойдет. Те, кто здесь куда-то там что-то ждал, куда-то дальше в небеса пойдет доллар-рубль, никто никуда не пошел, все. Инструмент дал то, что он мог дать, рынок дал то, что он мог дать, все, нужно было это забирать. Ну, даже я этого не забрала, да, мне давали 50%, ну, ничего, я на этом учусь, как бы ничего страшного. Поэтому технику правильно определила, дневку правильно, ЭТАР определила правильно. Вот видите, в чем проблема? Можно хорошо знать технику, можно хорошо знать, там, даже можно рынок понимать хорошо, уровни там хорошо все понимать, рисовать все отлично, сценарий. Но соотношение можно нарушить, да. Стоп там, что-то не где-то, не там поставить, тейк чуть больше или чуть меньше поставить, да. А когда хуже, когда ты больше ставишь тейк, в итоге до тейка не доходит, ты в безубыток не переносишь и полностью вообще все отдаешь, всю прибыль. Вот это вот, вот эти правильности тоже важны очень. То есть, это не самое главное, что понимание рынка техника, это понятно, но если вы там не умеете управлять сделку, сделку нужно всегда управлять. Нужно выставлять правильные тейки, правильные стопы, забирать прибыль, там, 25% от прибыли рынку не отдавать. То есть, выставлять безубыточную позицию, да, те, кто работает с плавающими стопами, это тоже очень важно. Вот, поэтому, да, вот у меня хотела взять весь ЭТАР, да, почему-то весь ЭТАР, почему весь ЭТАР, хотя тут 50% должно было. Вот, инструмент давал 50%, я хотела еще взять все 100%, вот, не выставила безубыток, тейк в неправильном месте, рынок дал на исходе 50%, все, вот, пожалуйста, это неправильная сделка. Вот, вот такие сделочки я вам сегодня продемонстрировала, да, я не стала прям, прям все сделки за месяц, у меня, конечно же, больше гораздо, но вот такие сделки. В принципе, я рада, да, были хорошие, действительно, потенциальные, были хорошие движения, были хорошие, хороший потенциал, то есть, рынок давал заработать. Я считаю, в январь был хороший и были хорошие точки входа. Даже несмотря на высокую волатильность, можно было заходить.